Лена, остановись! Остановись, не делай этого! И... Мама! Привет! Сегодня интересный день, я впервые в жизни еду колоть ботокс. Да. А что? Ничего-ничего, все правильно. Нет, я не буду без фанатизма, это все будет хорошо. Я хочу убрать вот эту межбровку, она меня жутко бесит. И я не могу ее расслабить со своим ритмом жизни и безумным. Мне кажется, я все время вот так вот хожу, и у меня голова просто от нее уже болит. Попробую, у меня есть замечательный мой косметолог Юля, Лиза, мама. Это вы все сейчас увидите. Я о другом хочу сказать. Я злая, как дракон. Я редко матерюсь так, чтобы... Ах! Но мне очень хотелось, очень хотелось. Я в музыкальной школе сидела, рассказываю. Сидит бабулечка, божий одуванчик, в платочечке вот так завязанном, красивыми золотыми ниточками, такой недешевый платочек, кофточка, вся такая просто бабушка, а только пирожочки горячие на тарелочке в ручке дать. И просто бабушка-конфетка. И сидит разговаривает с какой-то подругой. Ой, да! Ты знаешь, да? Говорят, и Лувр пустой, и музеи в Европе пустые. Китайцы не едут. Ты понимаешь, как? Они же теперь не могут. Но ты понимаешь, этот коронавирус, это же искусственно выведено. Их китайцев просто стало слишком много. Сколько же можно? Их там миллиарды. Надо же что-то с этим делать. Так что все правильно. Эти вирусы, они выкашивают, выкашивают. И жить становится легче. Это правильно. Они просто... Надо же с чего-то начинать. Хотела сказать. С чего начнем, бабулечка? Давайте с детей начнем. Их попроще перебить. Чего они маленькие, они сопротивляются. А потом по женщинам пойдет. А кто выбирать будет? Вы выберете кого? Давайте поставим десять, вы из них четверых выберете. Проредим популяцию. И она рассказывает ей дальше, как это прекрасно, что вирус делает меньше китайцев на земле. Как? Это ужас. Вот она же будет это рассказывать при своих внуках, например. А из этого рождается фашизм. Из этого рождается жестокость и убийство. Ну это же ужасно. Как вообще в голову может прийти такая мысль? Вот интересно, ей бы поставят так двадцать китайцев. Детей, взросленьких, женщин. Ну бабушка, вот вам кастинг, пожалуйста. Кого в живых оставим? А желательно своими ручечками. Возьмите вот этими артритненькими. И передушите тех, кого сможете. Как это может быть? Но таких людей, наверное, много рядом. Но я честно, я в таком шоке была. Надо было видеть меня. Мне кажется, я пятнами пошла просто от этих разговоров. И вот уже Настя уже отыграла. Добрый. В Макдональд заехали. В Макдональд заехали. Фисром. Нормально позавтракали. Мне не хотелось. А Димка был на репетиции и тоже не поел. А у нас по дороге ничего такого нет. Мы вообще не фанаты. И сейчас калорийное такое я не употребляю. Я выбрала то, что действительно могу съесть. Это ролл с рыбой. Вот я его сейчас поем и это мне до ужина. Я на контроле питания, считая все калории в специальной программе, за 20 дней сбросила 3 кг. Вот, ребятки, все-таки питание это основное. Если не убрать пережор, углеводы, конфетки, подъедание, бесконечные перекусы, ничего не будет. Все-таки надо идти в зал. Надо найти силы и время. Все, сейчас быстренько покушаю и поехали колоть мне лоб. Я переживаю, потому что это первый раз. Сейчас я уверена, что аудитория разделилась пополам. Кто-то сейчас говорит, Лена, остановись и делай этого. Это что, с ума сошла? Зачем? Ты так молодо выглядишь. Да не выгляжу, я уже молодо давно, ребят. Но у нас нормальная камера, здесь все хорошо видно. Понятно, что мне 37, я не могу выглядеть, а 25 я не буду. Но просто она мне мешает, она мне не нравится. Она видна очень в кадре и в кино тоже. Я хочу убрать эту вот, вот эту вот межбровную думу. Мы попробуем с этим что-то сделать. Лена, остановись, остановись, не делай этого. Это предательство с твоей стороны. Ты же со мной приехал. Нет, пути назад нет, это определенно. Мы все решили, все сделаем. И покажем вам результат. Да? Включай, не надо успокоиться. Говорят, бери это в моде в этом сезоне. Мы наконец-то это сделаем. Сколько мы собирались? Мы об этом с тобой говорим, наверное, уже год. Я все никак не могу до тебя дойти. Это Лизана мама. Юля, она косметолог, она в Киеве работает. К ней можно записываться, к ней можно приходить. Она может сделать вам красоту, все что угодно. Она чудесно делает губы. Кстати, Таня, квитаславына мама. Да, ты мне писала, спрашивала. Вот к ней можно прийти и сделать все, что ты мне писала. И замечательно сделает. Я ссылочки оставлю. Я абсолютно спокойно, уверенно вам советую. А сейчас займемся же мной. А что ты будешь делать? Сейчас мы сделаем разметку, чтобы понять. Все же разные эти все нахождения заломов. А ты себе тоже колола? Пробовала себе экспериментировать? Ну, не сама себя и колола, конечно же. Я обращаюсь к специалистам. Самому себе на самом деле очень трудно. Да, понятное дело. Но, знаешь, я обращу внимание, что очень много косметологов, которые имеют огромные странички в Инстаграм, в которых ходят люди, но они не имеют медицинского образования. Ну, в крайнем случае, это стоматологическое. Ну, это медицинское, конечно. Но косметология, мне кажется, имеет отдаленных отношений. Давай фотографировать. Да, давай фотографировать сначала. Я все-таки больше доверяю... В общем, мы пока попросим. Фоткаем? Да. Сморщить надо? Нет. Подожди. Начали на фотографию. Ставьте на меня. Дохнешься. Еще. Еще дохнешься. Теперь расслабьешь брови и поднимай брови. Все, расслабься пока. Это не больно. Не, ну, оно прокалывает кожу. Ну, ничего тут такого сверхъестественного не происходит. Хм. Я ожидала, что это будет ощутимее, честно сказать. Ты думала, что тебе будет лифтинку лопатой делать? Не, ну, вот это, допустим, прокал ощутимый, это для Амазона такая тоньшая кожа. Межбробка, она вообще такая... Достаточно, мне кажется. Я стараюсь не напрягать, что она была. Это все? Это все. Оригинально. Я ожидала долгих экзекуций. На самом деле. На самом деле, это все. Терпимо, ничего страшного в этом нет. Где найти человека, который вам это сделает? У вас в первой строчке описания все будет. Ну что? Мы это сделали? Год собирались, понимаете, тут пол себе десять минут и все. Что, радикально изменилось что-то? Конечно. Можно немножко, да, мимикой поработать для этого. Ну, хочу посмотреть через телефон. Даша. Что-то как-то ничего не изменилось. Подожди. Ты вот решил, короче, сначала под руку говоришь, здесь все нормально. Все. Где деньги? Какие деньги? В бидончике. Кто-то за нами подглядывает. Я на всякий случай так зафиксировала. Рассказать кому-то интересно, кому-то пригодится. Все, мой первый ботокс в жизни случился. Хе-хей. Понеслась. Правда говорят, что потом как попробуешь, после него уже и не хочешь. Да, ставишь лайк. Хе-хе-хе-хе. Все, я мать напугала у них. Как все хотят быть красивыми. Понятно, что мы все состаримся. И это не страшно. Хорошо стареть, красиво, это тоже большое счастье. Но хочется, чтобы намедленнее. Потому что я помню, моя бабушка, я на старенькой волшебной. Мне хорошо намедленнее. Да, она просыпалась утром. Такая смотрела на свою руку и говорила, фух, старая вешалка. Проходила мимо сделку и говорит, ненавижу тебя. Я говорю, бабушка, чего? Будет тебя под 80, поймешь, как красиво было в молодости. Просыпаюсь утром, как будто такая же. Я посмотрела на свой год сморщенные руки, фух, вспомнила все. Это тоже когда-то будет, но потом, совсем попозже. Мы приехали за Настюхой. Я все жду, что же будет происходить. Уже, уже, по-моему, равняется все. Дурочила. Не, все нормально, все хорошо. Юля уколола мне очень аккуратно и немного. У нас нет самоцели сделать здесь площадку вот такую ровную, чтобы она ничего не двигалась. Оно немного будет ограничивать движение. Может, у меня очень яркая мимика, сильная. И всегда. Но все это жмакало. У меня в 16 лет уже здесь были такие достаточно заметные мимические морщины. Все будет окей. Все хорошо. Поговорим с тобой об этом, когда лоб будет отблескивать, начнет. Вот ты целый день меня троллишь. Зачем? Нет. Зачем? Сейчас сказал, как Коля. Нет. Нет. Ой, а я, кстати, да, некоторые удивляются, что я иногда подумала... Подействовала на мозг. Видишь, я уже разговариваю. Не туда уголовок. Не туда уголовок. Не туда уголовок. Не такой подвижный разум будет. Не такой подвижный разум будет. Не такой подвижный. Там мне к вечеру он никогда не подвижный. Хотел уже рассказать. Иногда в комментариях кто-то пишет, боже, зачем вы отвечаете глупым, дурным подросткам, которые вам пишут иногда какие-то гадости. Не, я иногда их троллю. Если я не ставлю 54 скобочки, это не значит, что я серьезно воспринимаю этот дебилизм. Ну, ребят, у меня очень мало глупых подписчиков. Это факт. Все-таки я смотрю по комментариям. Нормальные, адекватные, хорошие люди. Такие истории чудесные пишут. Свои какие-то. Чем-то делятся. Личным. Мы можем общаться. Это прекрасно. Конечно, не без этого. Попадаются иногда очень странные личности. Индатушки больненькие на голову. Есть определенная категория людей. Я уверена, что это не совсем взрослые люди. Наверное. Хотя взрослых тоже бывает такое приступы. Слабоумие. Когда напишут какую-то гадость-гадость, ты посмотришь, думаешь, о господи. Ребенок. Че ты одинок? Че ты никому не нужен? Что тебе нужно внимание чужой тетки? Почему внимание не в положительном ключе? Ну окей, ладно. Я тебе сейчас дам внимание. Могу потроллить, написать что-нибудь такое. Сама ржу сижу. Но почему-то думаешь, что я очень серьезно к этому отношусь. Ноу. И я никогда не делаю скидки дуракам. Дураки бывают. Старые, молодые, взрослые, маленькие, разного возраста. Почему-то думаешь, что человек совсем взрослый, там ему лет 60-50, он обязательно станет умным, мудрым. Нет. Если он был молодым дураком, то он станет старым дураком. Такое тоже бывает. Иногда возраст приходит один. И я вот смотрю на Лизу, которая, ну вы знаете, Лиза, которая приходит нам с колясиком помогать. Ей 16, она подросток. Но она умная, хорошая девочка. Я мне сложно представить, чтобы она написала, например, там, удали бородавки. Противно или там мерзко. Ну все, мальчик, мне тебе даже не жаль. И нет во мне какого-то понимания или лояльности к таким людям совершенно независимо от возраста. Я даже не хочу разбираться, что ими движет, чтобы писать какие-то гадости. Вы можете представить, чтобы Лиза такое написала? Я нет. Кстати, если вот вы подросток и вы хотите с кем-то интересным, умным, хорошим общаться, вашего возраста, у Лизы есть свой инстаграм. Можете, я вот там под маминой ссылочкой оставлю и на Юлю, которая косметолог. Это для взрослых. Детям не надо ботоваться. Ну и процедуры тоже. А для подростков оставлю Лизу. Она очень классная стори снимает. С ней есть о чем поговорить. Она очень классная, хорошо общается с моим подписчиком. Заходите, общайтесь с умными людьми. Это всегда идет только в плюс. Все, пошли ребенка забирать. Уже время? Ну да. Настя, давай быстрее. Очень хочется домой. Пожалуйста. Уроки не сделаны. Давай. Ну или что? Подумай. Не выступай. Не выступай. Устал. А у Насти карантин. Да. Ну, мам, повезло. Как повезло. Нам надо все дома это учить. Все уроки делать дома. Это у всех. Нет. Знаешь, какая это за пара? Это капец. Да. Настя, ты устала? Как ты вообще? Не устала. А? Я не очень устала. А, ну ты не нормально? Мы еще все уроки будем делать дома. Похожая девочка. А мне повезло. А я не могу делать уроки. Да я устала. У нас нет такой опции. Поскакали. Все. Это Настя и это Настя. Можно желание загадывать, но вы не разрешаете, да? Да, почти. Все, закрываем глаза вот таким. Все, пошли. Все, пошли. Все, пошли. Давай быстрее. Малей! 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 Малей!